Ястрый птицеревятник, ялта, пернатый охотник. Годовалый птенец только осваивает азы общения с человеком. Во время ежедневных тренировок ялта учится возвращаться на перчатку, хватать приманку, которая имитирует дикого зверька, и отдавать добычу за угощение. Хозяин ялты Владимир Грудинин, учитель биологии и преподаватель эколога биологического центра Следова. Однажды, рассказывает Владимир, ему в руки попал раненый сокол. Птицу он выходил, научил вместе охотиться, увлекся. И за 25 лет вывел и воспитал сотни ловчих птиц. Когда ты рассказываешь детям об этом в школе или в каких-то там дошкольных учебных заведениях, то есть они даже не представляют, что с диким, в общем-то, животным возможен контакт как с совершенно понимающим объектом, который знает, что нужно, какие моменты охоты. То есть он также чувствует охоту, как и ты. Каждая птица охотится по-своему. Ястреб, перелетая с ветки на ветку, следует за хозяином по лесу. Высматривает дичь, которую вспугнет человек, зайца, утку, иногда тетерева. И нападает. А сокол кружит на открытых пространствах. Заметив дичь, кидается вниз со скоростью до 100 метров в секунду. Хватает жертву острыми когтями и наносит смертельный удар клювом. Задача хозяина – вовремя забрать добычу и накормить птицу. Такая охота – призвание, говорят сокольники. Тренироваться или охотиться с пернатым напарником нужно каждый день. Каждая новая птица, которую вы будете готовить, это потеря времени, как минимум полгода. Хорошего, что пловца нужно подготовить. Совсем если быстро, экспрессом, то месяц-полтора. А как правило, хорошая ловчая птица должна жить долго уже и не теряться. Чтобы не потерять пернатого напарника, охотники крепят на птицу GPS-датчик. В остальном оборудование для соколиной охоты никак не изменилось в веках. Это клобучок, чтобы пернатые не волновались, кожаные ремешки и перчатка. Хищные птицы сегодня служат государству. Например, в Кремле есть целое подразделение, где на должностях ловчие соколы. Их задача – отгонять ворон и голубей. В некоторых аэропортах также работают соколы и ястребы. А вот охотников-сокольников в России осталось всего чуть больше ста. Трое из них – костромичи. Они бережно стараются хранить традиции промысла, которым на Руси занимается уже 10 веков. Елена Суслова, Денис Кузнецов, Вести, Кострома.